Это как раз задача управляющей компании, в данном случае классный, которая позволяет, скажем так, и объединяет в этой части компании, которые друг от друга зависят. Все правильно. У нас именно управляющая компания задает тон. Она управляющая компания и технок, партнер, и классный, поэтому мы видим проблематику сразу. Наши специалисты включаются моментально в весь процесс, в том числе они включены в нашу программу. Я именно на этом делаю акцент, потому что это не везде. У вас хороший сердиоз классов, а здесь вопрос, и я почему так вот. Знаете, у нас сегодня задача совместить два пути. То есть есть часть, скажем так, цивилизации производителей, платформ, держателей, платформ, разработчиков, платформ. Есть управляющие компании, которые на сегодняшний момент привыкли или знают о том, как хорошо создавать промышленную инфраструктуру в базовом его значении. Энергетика, коммунальная инфраструктура, вода, газ и так далее. И об этом в основном мы говорим. Нужно нащупывать иные моменты, иные, наверное, управляющие компании, которые могут взять на себя функции. Не все, это не везде работает, но надо работать со своими резидентами на территории своей промпадку. И нащупывать вот эти дополнительные функции, которые помогали бы и инвесторам работать, и управлять, соответственно, самим парком. Эта же модель может быть использована и для управления международной инфраструктурой. И это есть. Мы сегодня еще вернемся, у нас будут еще спикеры поговорить о том, какие есть. Про ритуальную паблику поговорим. Это не одна такая система, она анонсирует. Сами займемся такую функцию, внедрять, пласты эти разрабатывать под функционал, который требуется конкретно вам. Это не только для нас. Это может тиражироваться. Совершенно верно. Совершенно верно. Маленький вопрос. Смотрите, у вас получилось так, что разработан программный продукт практически для автоматизации деятельности промышленного предприятия. В то время, когда западные вендоры со своими системами уходят, у вас есть МРП-продукт. И что бы технопарку не помочь этому продукту отрастить крылья и пойти в самостоятельное плавание на другие промышленные предприятия? Нам ничего не мешает. Мы сейчас как раз занимаемся данным аспектом. Вопрос прорабатывается нашими юристами и IT-специалистами для того, чтобы заявиться в Минцеппу и заявиться за определенные... Я скажу вам, тут IT-коммерсанты вышли, понимаете? IT-коммерсанты, это будет параллельно. Мы ищем сейчас себе в команду IT-коммерсантов. Это может быть компания на аутсорсинге, это могут быть люди физические лица. И это очень правильный вопрос. Я вам потом расскажу так. Да, Юрий Викторович, мы как раз перейдем, да? Вам точно есть что сказать по поводу нашего управляющего компания, как раз основателя института и IT-компании. Мы обязательно к этому вернемся. А сейчас давайте пригласим Оскара Игофарова. На связи он должен быть с нами на ВКС. Кандидат физико-математических наук. Директор сети технопарков. Я приветствую вас, Оскар, да? И прошу вас поделиться вашим опытом. На самом деле, вы сейчас один посмотрели класс, да? Это одна функциональная история управления. А у вас сеть технопарков. И они тоже, нельзя сказать, прям специализируются, но все-таки создаются. И я считаю, что именно ваша сеть будет позволять как-то двигаться по технологическому суренитету, становиться лидерами тех компаний, которые с вами будут работать. Расскажите нам, как удалось нащупать эту формулу успеха ваших технопарков. Да, коллеги, я вам хотел сказать, что слышно ли меня? Да, слышим, видим. Да, ну я вот так вот, и сожалею, что не очень, не видите с вами на площадке. Вот, но, видимо, он интересовался у вас на экране, как только шла речь про IT-предприниматель, да, IT-инверсанты. А сейчас я буду еще демонстрацию по реабилитации. Технопарки, которые мы создаем, они действительно специализованы информационные и инфекционные технологии. Скажите, видно ли это симпатацию? Да, нет. Нет. Смотрите, я хотел бы действительно продолжить эту сущность и поднять такой вопрос. Если мы думаем о будущем, то мне кажется, я искренне вот верю, что то, что должна быть частная инициатива в проект к созданию такой инфекционной инфекционной инфекции, которая является собой скорой, которая позволяет создать будущее. И вопрос такой, где я из вами поставил такой праздник, с учетом того, что фонд-старк у нас поднимается, а, значит, с одной стороны, какие примеры поддержки для частных проектов, для частных темнопарков есть, но у них есть известные недостатки, как мы не можем его применить. Мы так сильно не влияем на экономику проекта. Поэтому в этот клапан скорее такой вопрос, скажем, не ответ, а вопрос, значит, а в чем из них быть суть и экономическая стратегия существования частного технопарка сегодня. И в качестве гипотезы, действительно, я озвучу вот наши мысли, наши идеи, которые у нас появились в последних, там, нескольких лет. Мы с 19-го года реализуем проект по созданию технопарка «Мы вернемся в 6-5 людей». На сегодняшний день это один из самых крупных частных технопарков в России. Как я сказал, специализация – это информационная технология, у нас более 70 компаний и есть, которые в этом направлении работают. Ну, цифры здесь показаны, больше, сколько у продажа уже все это есть. И, наверное, нужно уже чуть-чуть сильнее погружаться в модели. Тут важно сказать, что у нас есть отдельная наша группа компаний «Девелоперская компания», с ответственностью у нас есть такой внутренний, можно сказать, как заказчик-партнер, девелоперская компания и есть отдельная управляющая компания «Девелоперская компания», которая занимается в этой подходе технопарки. Действительно, после запуска технопарка «Девелоперская компания» мы реализуем сегодня в активной базе технопарков в Саратове «Девелоперская компания». Это достаточно большой объект, в Саратове 40 тысяч квадратных метров, в Омске первая стадия 10, с потенциалом увеличения до 40 тысяч тоже. Ну и также, правда, вот, в технопарке «Девелоперская компания» и «Саратовская компания» и «Девелоперская компания» в порядке 90 тысяч квадратных метров, в Саратовской компаниях пока около 10-15. Ну вот, вы еще и зрят ребенок, где мы также планируем, значит, в технопарке. Ну и вот такие показатели показаны, наверное, в истории. Так что такое технопарк и что является, ну, то есть, опять-таки, если мы участники, да, мы говорим про частные технопарки. Мы должны выглядеть у наших клиентов и вопрос, что мы можем предложить технологическим предпринимателям. Тут можно обратиться к международному округу, где эту картинку, которую мы видели, да, специалисты видели, как программу международной ассоциации технопарков и пластеров. Они задали, как мы говорим, управляющим компаниям, что для технопарков, вопрос, а что является практиком технопарка, что привлекает, да, что привлекает, что делает вывод конкурентов, наш технопарк, сравнить с остальными. Ну и понятно, что на первом месте это уровень качества компании-резидентов, это и про специализацию, это и про, вот, наши, как, цельную деятельность, так говоря, объединенной деятельности компании-резидентов. То есть понятно, что технопарк – это достаточно такая площадка, где есть разбор резидентов. Несмотря на то, что мы, например, частный технопарк, у нас тоже есть этот разбор. То есть так вот, с точки зрения нормального бизнес-цена, которое звучит, как очень странно, да, и в начале, это тоже очень странно звучало. что приходит компания, то есть мы готовы вам платить за аренду, а тут, значит, что директор из компакта сообщает, что мы с последней привозем у вас к нам в основном результате, который набор резидентов позволил получить то, что мы сегодня, да, очень тщательно выберем и подобранным экосистем. Плюс это, конечно, униенский сервис, как мы говорим, все-таки еще, в том числе, должен быть про специализированный сервис. Вот. Мы достигнем ситуации, что у нас медицинский технопарк находится в институте, в институте, в институте, в институте, и у нас средний арендный статус, мудрые площади, которые в последний раз создавали резидентам, это порядка, там, тысяча рублей, двести тысяча, двести тысяча рублей, по граммам 10-7. Это заразный метр в месяц, вот, тогда как, ну, то есть, тысяча двести тысяча рублей. И тогда как в центре ты можешь, в принципе, найти очень хороший отрасль, как в противоперимый, где-то 80-80-80, то есть, черный детский, то есть, у нас уже получается, там, завысить арендный монтал. Но, где мы видим потенциал, в чем заключается, собственно говоря, наша арендная гипотеза, то мы можем нашим компаниям, нашим институтам обеспечить наши более доступные экономические ресурсы, привезив их к рынку и заказчикам. Поэтому, здесь мы собираемся не только, во-первых, я вам предупреждаю, и нашим заказчикам показывать, какие есть классные решения в наших президентах, а скорее здесь совместная работа в одном формате, знаете, как рубежная литература называется, когда крупная компания является заказчиком решения, и там, малый бизнес, начинающий бизнес, он создает это решение вместе со своим заказчиком. Такая вот, там, близкая от совместной работы интеллектуальная над созданием компаний. Ну и плюс, это на просто церевизм сервис. Принесом себя примерно в уголовоке простудутся. То есть, по хрону, который здесь в будущем, нам оказался. Мы прогулируем то, что мы называем нашим компаниям. То есть, с одной стороны, это литература и т.е. это классическая негативность, областная производственная водоохранная мотивация, это классическая негативность. И плюс, есть некоторая магия технопарка, технопарка, которая отличает нас от служебного офисного центра. И это, с одной стороны, сервисы, это сервисы специализированные. То есть, у нас есть бизнес-инкубанк, у нас есть юридический IT и данные в студии. Сегодня говорили как раз про приложение в сервер. У нас есть вот протяжение, где доступно через это приложение. можно и разобрать лапочку заказать или заказать и какие-то специализированные вещи, например, организовать там мероприятия или арендовать переговоры. Плюс это сообщество, плюс это технологическая инфраструктура, с которой мы тоже в первом докладе говорили, про важность. Это центр обработки программы, который у нас размещен в территории технопарках и центрах сертификации и испытательных центров. То есть, в принципе, такая специализация у нас по ИТП, соответственно, для разработчиков этой области у нас все сервисы есть, в том числе. ну и мероприятия этих регионов они лучше, хуже, они могут есть в любой стандарт. И таким образом формулируется ключевая ценность для технологических компаний возможности быстрее за счет этих ресурсов. И что важно, на первый взгляд, все сразу видят и обращают констрируют эти ресурсы на молодые компании, что да, если я запускаю скрестопад, то я заказываю и чот если я буду вместить разводы, то есть коммуникация с партнерами с центром. Но в чем это идея на самом деле расти быстрее и эффективнее но помогаем только компании. Здесь надо говорить про крупные большие технологические компании, которые не могут остаться на половине, если они не создают много продукции. Это важный процесс. Я расскажу в карте системы попытка отобразить карту системы технопарка. С одной стороны есть технопарк сборщик этой системы и вместе с нашими партнерами развития академического сообщества безусловно и крупным бизнесом с технопарк компаниям нашем случае. Есть крупная компания в частности технологичная компания которая постоянно является заказчиком данных заказчиком продуктов заказчиком решений и для себя и для своих клиентов. Поэтому логика позволяет нам запустить эту систему связать с другом. Соответственно с одной стороны наши системы плюс те сообщества с которыми мы работаем. И посерьез еще раз инфицирую и участвую по фишкам центрального места нашей модели частного технопарка что у нас есть ягодный президент который является заказчиком технопарка обеспечивает такую технологическую технологию это не только таланты поставляются не только продукты новые появляются софтапы которые вместе с решения на клиентов телезона в том числе внимание телезон за последние пять лет проинвестировали 10-13 технологичных статапов зрелых и по сути за счет технопарка получают еще и оборудов оборудов которые получают таланты и новые продукты новые проекты как объекты инвестированные соответственно очевидно что инвестиции в стартап могут принести намного больше денег выгоды чем сам технопарка подобрать лучше технопарка иногда это еще любые технопарки это тоже будет продать с большая со своей стороны наличие ягодного заказчика на площадке дает доступ эксплуатацию на продажу то есть у нас находится заказ что частный технопарк может в корпоративную систему по работе с нас вот то что мы делаем проявление на 5 городов и переборах у нас нужно действовать и и дальше не действительно те цели спасибо спасибо оскар очень ценный ваш опыт потому что честно я такой тезис донесу по итогу вашего выступления что не только частный парк это может делать я бы хотела развернуть парадигму сказать что особо экономические зоны вкладывают средства государства государство является тем же якорным инвестором по сути и вот здесь нужно менять мышление в голове что инфраструктура промышленная опять же классического направления это не только эта инфраструктура а именно технологичная инфраструктура которой нужно признавать инфраструктуру которую якорный инвестор обеспечить и выделять на это средства я пытаюсь искать инструменты финансирования которые нужны здесь сейчас иначе мы видим самостоятельно один парк делает самостоятельно другой для IT-компании классно заказчиков востребованность специалистов безусловно но можно же масштабировать это все уже разработанно не тратить время опять же ресурсы поэтому государство тоже инвестор тот самый большой якорный инвестор а я хочу сказать